Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня перелистываю новости и попадается статья с названием «Стало известно, где похоронят Никаса Сафронова». Я, если честно, был немножко в шоке. Почему? Потому что, я думаю, может я пропустил, может быть было какое-то известие. Никас Сафронов мне нравится, человек действительно творческий. Это не просто исполнитель шоу-бизнеса или представитель шоу-бизнеса. Ну, он входит в определенные их круги, но тем не менее он отличается тем, что он художник, а это совершенно иное. Это не под фонограмму рот открывать, а это искусство, это действительно творчество. Очень тонкий, интеллигентный человек. Никас Сафронов вообще классный мужик. И я был вообще просто шокирован на самом деле. Думаю, да неужели. Все знаете, прошлый год, этот год такие, что уже не знаешь, чего ожидать. И Федеральная агентство новостей. Вот, пожалуйста, такая статья. Ну, читаю, все нормально с ним. Но, значит, конечно, мы уже с вами неоднократно говорили о том, что люди задумываются при жизни, так скажем, о том, где быть захороненными. И, значит, выкупают там, если это какое-то крутое место, там заранее себе место, там деньги платят, так далее, все оформляют при жизни. Что такая, в общем-то, культура за рубежом больше развита, чем у нас. Ну, вот, на самом деле, пишут, стало известно, где похоронен Никас Сафрон. Он сам об этом рассказывает. Просто, как-то, мне кажется, можно было скорректировать название. Ну, в принципе, оно отражает суть. Значит, известный художник Никас Сафронов хочет, чтобы он был захоронен в семейном склепе под Ульяновском, пишут, где покоятся его близкие родственники. По словам художника, он давно уже поставил семейный склеп, чтобы его родственники были похоронены не в разных местах. Ну, вы знаете, на самом деле, бывает, когда люди живут по всей стране, и это родственники не дальние, а близкие. И вдруг, так сказать, вот какие-то такие происходят моменты. Людям достаточно сложно потом уже бывает. А все-таки, ну, хочется людям прийти, да и не только хочется, и чувствовать какой-то долг, ухаживать, так сказать, за могилкой и так далее. За последнее время, вон, сколько публикаций, что у этой знаменитости памяти, Шаинского памятника нет, сроду бы не знали, если бы не напечатали. Еще у кого-то там, у Марьянова бомжи, алкоголики на, значит, около памятника собираются. То есть, за последнее время целая гора этих публикаций, на самом деле. Вопрос такой, знаете, вроде как бы и праздный, но, на самом деле, довольно серьезный. Наш семейный склеп – это небольшая часовня под Ульяновском. Я возвел его когда-то в честь своей матери, мои родители схоронены в этом склепе. Там же лежит мой старший брат, который погиб, сообщил 64-летний Никас Сафронов в эфире программы «Звезды сошлись». Значит, показывая семейный склеп, художник признался, что хочет, чтобы в будущем его тело покоилось под Ульяновском, а там, где сейчас захоронены его родные. Более того, Сафронов уже сделал эскиз своего надгробия. Ну, друзья, я не знаю, насколько это, вот еще раз скажу, для нас это как-то диковато звучит. То есть, Никас Сафронов уже сделал эскиз своего надгробия. Как бы это выглядело? Ну, очевидно, что он как профессионал-художник, наверное, я так предполагаю, это еще делает, потому что он понимает, что в случае чего, так скажем, сделает кто-то другой. Ему, видимо, хочется, чтобы это выглядело, как он это себе видит. Но, вы знаете, друзья, эта тема такая очень нехорошая, потому что когда, тем более творчество, вот я же говорил, по-моему, Цветаева говорил, что очень многие струки она не писала, потому что сбывалась. И она боялась очень многое выплескивать на бумагу. И вот творчество, особенно, когда эскиз надгробия, вот эта энергия, это не есть хорошо. То есть, с одной стороны, чисто с практической точки зрения, может быть, он и правильно действует. С другой стороны, творческая энергия, она на то и энергия, что она может воплощаться, реализовываться. И здесь я не знаю, правильно ли он делает вот с точки зрения этих эскизов. Значит, Никас Сафронов также занимается разработкой памятника для покойной жены актера Леонида Куравлева. Но здесь уже, если покойная, звезда «Золотого теленка» обратилась к художнику с просьбой сделать дизайн монумента для него. И его жены, которая не стала несколько лет назад, значит, обратился к художнику. Изначально актер хотел шикарный памятник, но потом выбрал более скромный вариант. Друзья, ну, еще раз скажу, меня, почему я рассказываю, меня эта новость шокировала. Просто не то, что привлекла, она меня шокировала названием. Стало известно, где похоронен Никас Сафронова. По сути, она отражает полностью содержательную часть статьи, ибо он сам рассказывает, где он хочет быть захоронен. Но, конечно, когда читаешь, сразу ощущение, что, вы понимаете, да, что-то пропустил. И, ну, не по себе, мне стало не по себе. Я очень рад, что с ним все в порядке. И, ну, мне кажется, что, конечно, вот рассуждать или склеп сделать семейный и так далее, там, это благое дело, что называется, в плане того, чтобы, ну, все вместе были, то есть эти, там, почтить память или что-то, все вместе рядом. А вот, а с точки зрения, вот, творческой энергии в плане эскизов и всего, я здесь не знаю, друзья. Мне интересно ваше мнение. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на мой основной канал, на телеграм-канал, там много интересного. Ссылочки, видео, аудио, последние новости. Будда Гришна он называется. Ссылка в описании, в закрепленном комментарии. Всем пока, друзья. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok